Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минско-городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбер. Почти 2900 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. В результате боевой работы ими были спасены и эвакуированы более 4800 человек. На пожарах за это время погиб 21 человек. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В Минске годовалый ребенок засунул палец в кухонные металлические щипцы и не смог достать. Инцидент случился в квартире на проспекте Пушкина. Мама малыша сразу же позвонила в МЧС, а приехавшие спасатели извлекли палец, который уже начинал синеть. К счастью, помощь медиков мальчику не понадобилась. В начале недели из-за собственной неосторожности, непотушенной сигареты, в столице пострадал пенсионер. В его квартире на улице Селицкого спасателям пришлось тушить горящий диван и мусор. С ожогами нижних конечностей пострадавший был госпитализированный. Минск чрезвычайный. Едва ли не каждую новогоднюю ночь в больницы попадают пострадавшие от петард. А потому представители МЧС в рамках начавшейся на этой неделе республиканской акции «Безопасный Новый год» уже делают особый акцент и на правилах использования пиротехники. С интерактивными беседами спасатели обойдут школы, дома-интернаты и даже санатории. А в конце месяца развернут большие образовательные площадки в торговых центрах. К сожалению, в Минске был уже зафиксирован первый случай травмирования. От пиротехнического изделия пострадал мальчик. ЧП произошло в выходные на улице Лобанка. Шестиклассник, играя во дворе, нашел петарду, вскрыл ее, высыпал порох и поджог. В результате вспышки пороха мальчишка получил ожоги глаз и лица и был госпитализирован. Минск чрезвычайный. И еще на одной сезонной проблеме хотелось бы сегодня остановиться. В последние годы в нашей стране участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых отопительных котлов, установленных в жилых домах и общественных зданиях. 40 чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет. Что необходимо помнить? При розжиге котла убедитесь, что циркуляция теплоносителя обеспечена, каналы дымоходов свободны, а давление по манометру на котле соответствует норме. Запрещается использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами, а также хранить рядом с котлом горючие материалы. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.